Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодняшнее видео будет посвящено рассказу, работа над ошибками моего жилета с V-образным вырезом. Кто следит за моим творчеством, вы видели в крайнем видео демонстрацию этого жилета, и не совсем всё было хорошо. Действительно, задирался подол жилета, тянуло вверх, тянуло спинку. В общем, как бы нужно было это всё исправлять. Сразу отвечу на комментарии. Вы писали мне, вы мне подсказывали. И я благодарна всем, кто активно принимает участие в обсуждениях моих работ. Потому что у меня настолько мало опыта вязания спицами, что я учусь. Я в самом начале своего, так скажем, творческого пути вязания именно спицами. Если по крючку опыт есть, я дошла до сложной техники ирландского кружева, то по спицам я только-только учусь. Поэтому я как бы позволяю себе вот такие осечки. Самое главное, что их нужно исправлять. Так вот, вы мне писали, что несоответствие, то есть дисбаланс получился горловины. Я так понимаю, что слишком высоко из-за того, что я не сделала выточки. Мои хорошие, я думаю, что всё это получилось не из-за выточек. Потому что жилет настолько широкий, 66 см в ширину при моём размере 48-50 см. Я считаю, что этот жилет оверсайз. Поэтому дело здесь не в выточках. Тем более, у меня нет такой красивой, пышной, пышного размера груди вверху. Поэтому я могу себе позволить жилет без выточек, оверсайз, так скажем, который вяжется без выточек. Это моё мнение. Возможно, обладательнице очень красивой груди, вам тогда нужно делать выточки, даже в размерах оверсайз. Итак, как же я меняла, что я меняла, как я исправляла свои ошибки? Во-первых, сразу отвечу на комментарии, что вот вы показываете всё в очень плохой свет, плохое качество. Мы не можем ничего рассмотреть. Мои хорошие, по этому жилету столько разных видео, когда я ещё не работала и могла позволить себе там съёмку утром и загрузить видео, успеть, так скажем, с утра, потому что у нас в 4 часа уже темно. Я живу в Москве. И посмотрите, пожалуйста, те видео, где очень хорошо виден и рисунок, и как я вязала, и мой рассказ. В общем, есть полно всяких видео. Ну, а те, кто всё-таки рассмотрел этот мой жилет, я расскажу, что я здесь исправляла. Я распустила вот эту V-образную горловину и, во-первых, взяла пряжу Белсаида мини в 2 сложения. До этого была обвязка в 1 сложение. Вот как я вязала жилет в 1 сложение ниточкой, так я и сделала вот эту резиночку. Это была первая ошибка. Дальше я поменяла размер спиц. Весь жилет вяжется, вязался, вернее, спицами 3,5. Что я сделала потом? Мне показалось, что вот здесь очень много, и мне хотелось подсобрать, так скажем. И вот я перестаралась. Я взяла спицы 2,5, то есть чувствуете разницу 3,5 и 2,5. И ещё вот здесь вот по одной и второй стороне я набрала неправильное количество петель, так скажем. Их было меньше, чем сейчас. И вот представьте себе, мало того, что пряжа здесь тоньше, я ещё поменяла размер спиц на меньше, это ещё подсобрала, да, горловину. И ещё и неправильное количество петель набрала. Вот здесь вот у меня было 45 петель изначально. Ниточка в одно сложение и размер спиц гораздо меньше. Естественно, это вот так вот собрало. И вот смотрите, что происходит. Вот я собираю вот здесь вот, ну то есть как это было раньше. Вот если здесь вот так собирать, вот у вас задирается подол. Это вы видите, это я вот только с одной стороны. Вот я сейчас опустила руку и подол на месте. Вот опять давайте вот так вот собираем, и у вас тянется сразу низ изделия вверх. Вот когда я распустила это всё, убрала, добавила вторую ниточку в два сложения, взяла те же самые спицы, добавила ещё пять петель с одной и с другой стороны, то есть я вытащила больше петель, чем изначально. И сделала то же самое. Это то же самое спереди. Что я сделала со спины, я вам сейчас переверну манекен и покажу, там тоже были изменения. Вот посмотрите, мне просто сейчас нет возможности, мой оператор, любимый, на работе, и я не могу сама себя снять, чтобы вам показать, как это сидит. Но вот вы видите, как сидит на манекене. Точно так же сидит и на мне. Посмотрите, идеально ровный низ, ничего никуда не подпрыгивает, всё на месте. Во-первых, опустилась горловина, то есть вырез стал больше. Вот как раз тот баланс, о котором вы мне писали. С балансом всё нормально. Здесь, во-первых, стало намного лучше выглядеть, так скажем, посолиднее, что ли. Откройте крайнее видео и посмотрите, как до этого выглядела горловина в одну ниточку. И как она выглядит сейчас. И закрыла я петли обычным способом. Самым-самым обычным. Безо всяких накидов. Но закрывала ниточкой в одно сложение. Это тоже важный момент. Стала закрывать ниточкой в два сложения. Здесь получилось очень некрасиво, грубо, толсто. И вот, оставив одну ниточку, то есть вязался в два сложения, закрывался ниточкой в одно сложение. Сейчас я поверну манекен и расскажу, что я сделала со спины. Со спины вы можете наблюдать, что вот в резиночке вывязан росток. Росток именно по резинке. То есть вы видите, что здесь резинка шире, а здесь она меньше. Вот, видите, пошло сужение. Вот я здесь делала, я не помню, я, по-моему, три раза возвращалась обратно поворотными рядами, чтобы вывязать в резинке росток. И у меня стало всё сразу на месте. То есть это, во-первых, стало закрывать мой вот этот седьмой шейный позвонок. Стало красиво. Раньше было вот так вот. 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 Вот так вот сидела, смотрелась со спины. Сейчас добавим вот здесь вот рядочки. Ну, там пару сантиметров, наверное, всего получилось вот этого ростка по резинке. И сразу всё стало сидеть просто идеально. Я сейчас вам покажу тоже низ изделия сзади. И вы увидите, вот сейчас присяду, всё очень-очень красиво сидит. Ничего никуда не тянет абсолютно. Вот сейчас вы хорошо видите вот это вывязывание этого ростка. То есть у меня резиночка здесь вот с таким вот, как бы, шире уже. Вот. Видите? Так что получилось всё очень замечательно. И я сейчас вот одела этот вниз свитер, вернее, не свитер, а джемпер. Тёплый снег, который мы с вами вязали. Вы посмотрите, как красиво это смотрится. Очень нарядно и очень красиво. Вот даже в таком варианте с белым джемпером, он тоже, кстати, вязался из махера. Мне нравится вот так больше. Тепло, легко, уютно. Я два дня кайфовала, потому что вот два дня я ходила на работу именно вот в этом жилете. Правда, с чёрной водолазкой. Но у нас в помещении то жарко, то холодно. И я даже сегодня мёрзла и пожалела. Думаю, нужно было, наверное, сегодня одеть бы вот этот джемпер. Тёплый снег. Я сейчас сниму жилет и напомню, покажу ещё раз те, кто присоединился недавно к моему каналу, кто следит за моим творчеством. Я покажу вам этот джемпер Тёплый снег. Что ещё хочу сказать? Какие у меня дальше планы? Значит, у меня осталась ниточка Белсаида Мини. Кстати, задаёте вопросы. Ой, не поняла, из какой ниточки вяжется. Девочки, под каждым видео я оставляю комментарии. И на узор, и ссылку на скидку в интернет-магазине Пряжа Су. На эту пряжу есть скидочка для вас в 5%. До 26 февраля можете воспользоваться. Поэтому смотрите вкладку, ещё смотрите ролики. Ну, просто, ну, вот такие комментарии, я не поняла, из какой пряжи вяжется. Я даже отвечать не буду, ну, потому что всё есть на канале. И если я сразу не отвечаю, так как это было раньше, знайте, что я работаю, я работаю с деньгами, и я не могу оторваться, я на работе, я не могу ответить вам сразу. Поэтому наберитесь терпения. Теперь будут в паузы в моих ответах на ваши комментарии. Потому что, повторюсь, я вышла на работу. Так, немножечко отошла от темы, что я вам хотела сказать. Планирую. Я вам говорила, что я буду вязать джемпер из оставшейся пряжи. У меня осталось 260 грамм от 500 пряжи Белсаида Мини. И я хотела связать джемпер. А теперь я хочу сделать из этого жилета моднейшего, я хочу сделать жилет-трансформер. Что я сделаю? Я свяжу шарф-трансформер, который уже есть на канале, который я вязала английской резинкой. Но это будет даже не шарф, это будут рукава. Я не буду сшивать. Я буду вязать резиночкой снизу, вязать по кругу без швов. И дойдя вот до этого места, я разделю, ну то есть, прекращу вязать по кругу и пойду вязать просто шарф. Потом вывяжу до этого места. Опять перейду на круговые спицы. И свяжу вторую часть этого шарфа-рукава. Из этой же ниточки, повторюсь, из этой же ниточки Белсаида Мини. Вот. И получится очень классный комплект. То есть, холодно, пожалуйста, одели шарф-рукава, и у вас получился джемпер с рукавами. Не хотите слишком тёплый джемпер, пожалуйста, используйте как жилет. Причём жилет можно использовать, повторюсь, ну, во многих вариантах. И с блузочкой, с воротником на пуговицах, да, с рубашкой, так скажем. И с водолазкой, да как угодно. Даже под платье этот жилет очень хорошо пойдёт. Так что, мои хорошие, очень довольна я этим проектом. Я говорю, сейчас вот свяжу ещё эти шарф-рукава. Кстати, буду вязать таким же узором. Начну с резиночки один на один в два сложения, чтобы вот так вот выглядело красиво. Но согласитесь, вот эта резинка намного красивее и шикарнее смотрится, чем та, которая была связана пряжей в одно сложение. Просто класснючая. И вот эта вот косичка смотрится богато, потому что та была слишком тонкая. Вот прям она вот переходит из рисунка нашего с пышной петлёй переходит вот в нашу красивую горловину. Так что, мои хорошие, непоправимых ситуаций не бывает. Самое главное говорить себе, что у меня всё получится. Я волшебница. И у вас обязательно всё получится. Ну, а сейчас сниму этот жилет. Всё-таки напомню про этот красивый джемпер «Тёплый снег». Я что-то про него совсем забыла. И он лежит у меня в шкафу, невостребованный. Кто со мной давно на канале, те помнят, как у меня пожелтела ниточка из-за того, что я высушила махер на солнце. Есть ролик по этому поводу, как это всё было. Ну и напомню, что здесь махер от BBB Soft Dream. И вторая ниточка – это белый шёлковый блеск. Вот его сейчас можно рассмотреть у себя на экране. Так что, мои хорошие, всё у меня сейчас замечательно. Единственное, что нет столько времени, сколько я уделяла каналу раньше. Но жизнь вносит свои коррективы. Нужно поработать, нужно заработать деньжат. Канал пока не несёт столько доходов, на которые можно жить, так скажем. Поэтому я вышла на работу. Но помните, что я без вас уже не могу. Я буду по возможности снимать видео, буду с вами общаться. Заходите во вкладку «Сюжеты». Я там тоже иногда оставляю какую-то информацию. Ну, потому что мне очень хочется с вами пообщаться и рассказать, что у меня происходит. Ну, а на этом я буду заканчивать своё небольшое видео. Учитесь на моих ошибках, но всё равно свои ошибки будете делать. Но ничего страшного в этом нет. Я говорю, что я вечная ученица. И учиться никогда не поздно. Ну, и на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех очень люблю, обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Продолжение следует.